Здравствуйте! В студии Дмитрия Большакова, в эфире новости на УТВ Серпухов. В этом выпуске. Серпуховские депутаты рассмотрели проект бюджета города. Кто за? Против. Выдержался. В Новый год без долгов. Рассчитаться с долгами за жилищно-коммунальные услуги до конца года можно без оплаты пени. Предлагаем реструктуризировать долг, заключить договор о погашении задолженности в рассрочку. Пени в этом случае приостановится к начислению. Позаботься о ребенке-пассажире. Серпуховский отдел ГИБДД начал оперативно-профилактическую акцию «Детское кресло». Во вторник состоялось очередное заседание Совета депутатов Серпухова. Главным вопросом повестки дня стал бюджет города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Заседание прошло под руководством председателя Совета Игоря Ермакова и главы городского округа Дмитрия Жарикова. Проект бюджета на будущий год, который вынесли на повестку ранее, прошел все возможные инстанции. Его озвучили на публичных слушаниях, заслушали на еженедельной оперативке, рассмотрели на всех депутатских комиссиях и в контрольно-счетной палате. На самом заседании Совета вопросов к нему уже не возникло. Кто за? Против. Наздержался. Недовласно. Бюджет 2017 года сохранит социальную направленность. Большая часть денежных средств, а это почти 2,5 миллиарда, пойдет на финансирование образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной политики. На дорожное хозяйство, транспорт, ЖКХ и благоустройство выделят свыше 450 миллионов рублей. В рамках муниципальных программ заложены деньги на капитальный ремонт школы детсадов, строительство новой школы в Ивановских двориках и бассейна, реконструкцию моста через Нару. Материальную поддержку окажут студентам-медикам и привлеченным медработникам. Второй вопрос повестки, кстати, тоже касался бюджета, только года настоящего. Согласно принятым изменениям, увеличено софинансирование на покупку дорожной техники и субсидии на оплату жилья гражданам, которые в этом нуждаются. Направлены дополнительные средства на комплексное благоустройство. Также на заседании были внесены технические изменения в положение контрольно-счетной палате. Утверждены обновленные бланки Совета депутатов. Когда повестка была исчерпана, ряду депутатов объявили благодарность от жителей. В числе отмеченных Андрей Шаранов, Виталий Носов, Владимир Ширшиков. А Павла Гущина благодарил детский сад номер 6. Управляющие компании, ресурсники и расчетные центры города работают над ликвидацией задолженности населения за коммунальные услуги. Очередной отчет о проделанной работе озвучили и обсудили на совместном совещании. С должниками продолжили проводить беседы, направляли им претензионные письма. Теми, кто готов был погасить долг, заключали соглашение. А вот в отношении злостных неплательщиков приходилось оставлять исковые заявления. Сегодня в суде находится 428 исков. При этом на прошлой неделе подано 39 исковых заявлений. МУП «Жилищник» дополнительно подготовил еще 12. К должникам, систематически уклоняющимся от оплаты коммунальных услуг, применялись и другие меры. Например, в жилом фонде, который обслуживает Союз ЖКХ, ограничили энергоснабжение в 12 квартирах. Еще 20 гражданам пока вручили уведомления о предстоящем ограничении. Положительно на встрече отметили работу ремонтников, регата, бытовик ЖКХ, Доброго дома и городской коммунальной компании. И в продолжение темы. Если есть задолженность за услуги ЖКХ, погасить ее в декабре можно без оплаты пени. А значит, сэкономить и войти в Новый год без долгов. Расчетно-кассовый центр Серпухова совместно с поставщиками коммунальных услуг вот уже седьмой год подряд проводит декабрьскую акцию «Встреть Новый год без долгов». Рассчитываться за услуги ЖКХ нужно своевременно. Но иногда в силу каких-то обстоятельств сделать это не получается. Появляется долг, а на него сверху начинают начислять пени. Ситуация неприятная, но решаемая. При оплате задолженности в полном объеме пени не будет предъявлено к оплате. То есть для кого-то это очень существенная экономия. Люди экономят и 200 рублей, и 10 тысяч, и 50. Кто сколько успел накопить долгов? Сейчас на память не могу так точно вам сказать, но и 100 тысяч бывало люди экономили. Если вы хотите принять участие в акции, вам необходимо прийти в претензионный отдел РКЦ на советской 61-10 и взять квитанцию на оплату долга без пени зеленого цвета. Сотрудники РКЦ разносят конверты с такими квитанциями и по почтовым ящикам клиентов. Для тех граждан, у кого накопился большой долг по оплате услуг ЖКХ и погасить его сразу не представляется возможным, у РКЦ тоже есть интересное предложение. Мы предлагаем реструктуризировать долг, заключить договор о погашении задолженности в рассрочку, пени в этом случае приостанавливается к начислению, и человек спокоен, что к нему не будут применены меры судебного взыскания, а поставщики уверены в стабильности платежей. Но, конечно, эти договоры надо соблюдать, и если не платить, он будет расторгнутый. Если квартира не является частной собственностью, законодательство позволяет выселить неплатильщика из занимаемой им жилплощади, не освобождая при этом от уплаты долга. В суде уже находится порядка семи исковых заявлений, уже по одной квартире наниматель передал ключи и готов расстаться с своей жилплощадью. Поэтому просим потребителей, пожалуйста, реагируйте вовремя. Приближается Новый год, и это самое время рассчитаться и расстаться со старыми долгами. Серпуховский отдел ГИБДД начал оперативно-профилактическую акцию «Детское кресло». Она стартовала сегодня и в декабре будет проводиться 16, 23 и 27 числа. Главная ее цель – профилактика и снижение количества аварий с участием детей-пассажиров. В рамках данного мероприятия будут проводиться тотальные массовые проверки по выявлению водителей, перевозящих детей без детских удерживающих устройств. С начала года на территории обслуживания Серпуховского отдела ГИБДД в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 18 детей в возрасте до 16 лет. Из них 4 ДТП произошло, и 5 детей пострадало, которые находились в качестве детей-пассажиров в автомобиле, в которых получили различные травмы. Отдел ГИБДД напоминает, что согласно правилам дорожного движения, перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сидении легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств. За нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей. Инспекторы рекомендуют при возникновении спорных ситуаций на дороге применять средства аудио- и видеофиксации. МЧС предупреждает о неблагоприятных метеорологических условиях. 6 декабря в Московской области к вечеру ожидается понижение температуры воздуха на 10 градусов Цельсия и более. Новости спорта. В Москве прошел заключительный рейтинговый турнир по Новусу «Огни Москвы» среди игроков с ограниченными возможностями здоровья. На турнире выступали 60 спортсменов из разных уголков России. Третий раз в турнире наравне с опытными и титулованными игроками выступали спортсмены Серпуховского клуба «Равные возможности». Первое место завоевала Мария Василькова, поднявшись в международной рейтинговой таблице на 13 место. 9 декабря в 16.30 на площади Владимира Храброго состоится торжественное зажжение огней на главной городской елке. Всех жителей и гостей города ждет театрализованное представление чудеса да и только у волшебной елки. Программа включает встречу со сказочными героями, игры и хороводы, зажжение новогодних огней и конкурс на лучшую елочную игрушку, сделанную своими руками. Приходите, будет очень интересно. И на сегодня это все. Наши новости вы можете посмотреть на сайте ОТВ Серпухов и на официальном сайте администрации города. Ваших сообщений мы ждем по телефону 128-101 и 128-151. С вами был Дмитрий Большаков. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова